Всем привет, мои дорогие бьюти-голики! Как вы видите, я стала сильно светлее, и это максимально мой родной цвет, с которым вы меня видели, и коричневый цвет, в котором я ходила большую часть времени, не мой родной натуральный, тот, с которым я начинала снимать YouTube, такой более рыженький, чуть посветлее, тоже не мой натуральный, и там было даже видно, что у меня отрастали корни такой полосочкой, и мой цвет это вот такой вот русый, немного в желтинку, мне сделали сначала окрашивание суперконтрастно, на более темном, потом я это все балансировала, короче, это максимально похоже на мой цвет, и здесь даже есть моя седина, если вам не нравится этот цвет на мне, мне он тоже на мне не нравится, без меня эти волосы красивые со мной нет, это не финальный вариант, но если у кого-то претензии, претензии можно адресовать боженьки, я же сделала максимально натурально из того, что покрасил мастер, чтобы мне было комфортно, вот, а то, что-то как-то очень много полемики про волосы подведем, но как минимум мой родной цвет глаз, кожи и волос такой, вот, приятно познакомиться, Виктория Моисеева. Начнем с фаворита, который конкретно я сама себе продала, потому что я делала видео про микротоки, и когда я его монтажила, думаю, а почему у меня в Москве нет микротоков для век, и они остались в Дубае, штука стоит всего лишь 1000 рублей, она джизотон, и это очень даже неплохая вещь, и помогает убрать отечность вокруг глаз. Я сегодня делаю, сегодня была очень отекшая с утра, и эффект немножко лисих глазок, улучшение циркуляции, снятие отечности вокруг глаз, далеко не всем нужны микротоки на все лицо, но на веки, многим они понадобятся, слушайте, 1000 рублей, какая-то вибрирующая штучка, которая есть и на маркетплейсе, и на ламоде, поэтому не вижу препятствий. Второе, что очень хорошо помогает от отечности, это сон в правильной позе и на правильной подушке, и у меня очередная новенькая подушка от Beauty Sleep, мне кажется, нет человека с большей коллекцией, потому что они мне их и дарили, и я сама их покупала несколько видов, и последний запуск, который называется Omnia, мне очень-очень нравится, вот она моя зая, она называется Omnia Cooper Blend, Почему Cooper? Вот это вот наволочка, это не сама подушка, это наволочка на молнии, и у нее специальное покрытие, она такая, мало того, что сатиновая, на ощупь приятная и очень гладкая, и вот этот вот Cooper Blend означает то, что здесь супер инновационное покрытие из меди. В данном случае эффект лучше один раз увидеть, чем я вам 10 раз расскажу, поэтому давайте покажу вам прямо из промо. Copper Blend это уникальная технология покрытия, но и сама форма, и материал, и эффект памяти, все это дает уникальное сочетание. Лицо меньше заминается, и потому что у нее специфическая форма, и потому что вот это покрытие супер гладкое, и еще и антибактериальный, а значит антиакне эффект, это супер классно, потому что я все время брезгую по поводу наволочек, меняю их очень часто. Я все время эти маски для сна поливаю какими-то антисептиками, хлоргексидинами, люблю подушку эту лишний раз отпарить, люблю, значит, это все возиться, и тут очень приятно, что это все сделано за нас. В общем, она офигительно приятная на ощупь, отличный подарок себе, близким, и просто шикарно в плане того, что когда вы спите, у вас меньше нагрузки на, в общем-то, сторону, на которой вы спите, меньше морщинистости, да, и растягивания кожи. И для тех, кто, как и я, наращивает ресницы, это просто must-have, и, соответственно, ваши ресницы будут носиться дольше, они не будут вам создавать дискомфорт, то есть это все не мнет ваши ресни, также ламинированные брови, в общем, рекомендую, правда. Далее про уход за кожей, сейчас я пользуюсь Skane Door всей линейкой, потому что я уже могу хулиганить моей кожей, моя кожа стабилизировалась от третинаина, и уже можно и отдушки какие-то, и, короче, не вдаваясь в подробности, будет отдельное видео про них, но Skane Door это какой-то невероятный просто испанский бренд, это такая хорошая космоцевтика, что мне немножко страшно. Если бы мне кто-то сказал, что просто крем, просто увлажняющий крем снижает красноту лица, вряд ли я бы поверила, если бы этот кто-то не был Black Julie, моей лучшей подругой, и если бы я не проверила на себе, и, блин, это так. При этом и корректирующий от морщин, и вот этот вот гель-сыворотка, такой корректор, и крем, и масло, и это тоже работает, и при регулярном применении расслабляет ваши морщины. И комбо молочко и умывание тоже какое-то невероятное, и тоже улучшает состояние кожи, да как это может быть просто? В общем, отдельное видео на канале, будет скоро, короче, если вы то пропустили, то посмотрите, или посмотрите через неделю точно будет. Дальше два средства, если бы я нашла их раньше, я бы нафиг не пользовалась третинаином, и осталась бы на обычном ретиноле, потому что это два лучших на планете средства от прыщей, и для заживления, которые только я видела за 12 лет ютубной карьеры, если не 13, да до хрена лет моего блогерства, и я их случайно нашла, я просто искала аналоги на свои старые любимые на маркетплейсе, и это вот эта красненькая Red Blemish AC Spot от марки Fab U от INLIB, супер дешевого корейского бренда, и это очень хорошо убирает прыщики, не особо убирает подкожники, но прыщики убирает. Вот просто на любой стадии, будь то микропрыщик такой аллергический, рог, или нормальный человеческий средний прыщик, это единственное средство, которое так нормально нам не работает, из всех средств от прыщей, кроме одних единственных наклеек на планете. Большинство средств абсолютно игнорируются моими прыщами, от слова совсем, из-за чего я и начала тяжелый ретинол, и плюс мне было дико любопытно, и, наверное, этого пути большого я бы не совершила, если бы знала это средство раньше. Короче, вещь. Вот эта штука, это успокаивающий гель от Mizon Surring Gel Cream, и вы его регулярно раскупаете, как только я его покажу, под чистую. Я купила две пачки впрок, так что раскупайте, если хотите. Тысячу с небольшим, это более гелевое средство, которое заживляет любые расчесанности, ранки, следы от прыщей, ну, даже как-то просто прыщик у вас уже основное воспаление прошло, все-таки кожа выглядит как-то не так, да, то есть там есть какое-то потемнение даже, если вы его не чесали, какая-то краснота осталась, и это очень хорошо его убирает, соответственно, после косметологии, что-то вам там кальнули, какая-то точечка есть, тоже убирает. Кто-то покусал это все, чесалось, есть что-то тоже. Ну, в общем, даже вот сейчас у меня здесь аллергия, в принципе, усилить заживление можно тоже. Так что просто что ни делается, все к лучшему, мне кажется, это лейтмотив нашего видео. Чисто, чтобы вы понимали степень моей любви к этим средствам, это моя четвертая и пятая упаковка, какие-то были отобраны подругами, поэтому вот так, здесь у меня, наверное, по 30%, и еще в Дубае я сразу взяла по новым упаковкам. Если получилось так, что ваши осветленные пряди сильно желтые или сильно рыжие, и вы хотите их затонировать, но не сделать серым и очень русым мышиным и бабкиным основной цвет, то есть сумасшедшее средство. Есть только проблема в том, что оно пачкает ванну, кафель, ну, даже, наверное, ванну сильнее все-таки, чем плитку, но, короче, прям очень аккуратно его смывать. Обещайте мне, что если вы его купите, то вы будете очень аккуратны в нанесении, потому что оно само светлое, для светлых оттенков волос, но пачкает ванну за разу хуже, чем темные и яркие. Это Estelle, это Extra, и мне кажется, я не понимаю, честно, это как были раньше в черных упаковках Extra, только обновленная линейка или отдельный Extra Fusion, фиг его знает. Но, короче, именно то, что мне нравится, вот в этом сером бутыльке с надписью «Жемчуг». «Жемчуг» — это оттенок, он такого прикольного, сори, у меня здесь вода, я тут обляпалась, короче, он такого лавандового классного оттенка, светленького, и он каким-то чудом так хорошо тонирует. И вот если ваши пряди желтые, какие-то темноватые, если вы просто моете волосы и на конкретно пряди, да, если основной фон русы ничего страшного не станет, если вы с русами вместе намажете никуда, они так как темные не сдвинутся сильно по оттенку, может, чуть холоднее станут, ну, короче, так хорошо убирает излишнюю желтизну и ржану, какое-то очень красивое средство. Я держу минут по 15, можно для начала меньше держать, а то будет слишком радикальный эффект. И самое главное, тут ничего мешать не надо. Если у старых я, в общем-то, брала нужный мне подтон, вмешивала в свою маску, то здесь уже ваша маска, она не будет сильно питать, увлажнять, то есть отдельно какую-то маску или бальзам вам нужно наносить, но это очень классная штука. Прям рада, что ее нашла. Мои пряди вымылись просто в желтый какой-то безумный, и сначала, чтобы сделать их просто красивыми белыми, я его использовала. Потом я уже в русы решила тоже тонернуть немножко, психанула, короче. Ну, мне нравился после вот этого средства цвет, но категорически не нравилось расположение и сам рисунок прядей, поэтому я решила добавить других светлых, не таких светлых, и не таких контрастных, и не таких серых, и это все размешать. Но получила более-менее что-то приличное. Также почему-то то, чем меня красили и тонировали, очень сильно убило мои волосы, и вот нравится мне этот Matrix Color Sync как краска, и вот дает он блестящий эффект и эффект ламинирования, и я кайфую. Но когда на меня нанесли тонировку, почему-то то ли подсмылся мой предыдущий краситель, то ли что, но волосы стали прям мерзкие на ощупь. Если вот сейчас мне, ну вот мне реально нравится от этого Matrix волосы на ощупь, то получилось что-то отвратительное. Но я привела в порядок. Что я сделала? На рандеву есть, значит, средства из линейки счастья для волос, из абсолютного счастья, и там есть вот такие два разглаживающих кремушка, и их можно себе аккуратненько купить, и они суперски восстанавливают. Вот этот вот дешевенький такой крем-концентрат, ну считайте маска, 5-7 минутная, и вот такая большая туба, короче, оба средства очень хорошие, они разной степени гладкости и скользкости, это прям вот делает такие, как водоросли ваши волосы, и более экономичные, а это больше похоже на маску, но в общем-то приятно, что мой промокод с рандеву можно использовать и на них тоже. Новые парфюмы с рандеву покажу любимые, и любимый аромабокс, кстати, на него тоже есть акция. И также у меня просили рассказать, что я делаю, чтобы укладка от Дайсон держалась, потому что на моих русах, пока они еще были русами, не сильно выкрашенных, не осветленных волосах, Дайсон плохо держался, он не особо пересушивает, и накрутка красивая, конечно, но нифига не стойкая. Так вот, конкретно мне помогло вот это средство, во-первых, это термозащита, написано hold zero, то есть без фиксации, но конкретно на мне продлевается стойкость. То есть я хожу по квартире, сушусь естественным образом, до такой 70% высушенности, или феном сушу настолько же, и едва такие чуть влажные волосы, по большей части высохшие, сбрызгиваю этим спреем, расчесываю и начинаю крутить. И каким-то образом, без фиксации, но держится лучше. Вот такой вот мой лайфхак. Ну и дальше к декору. Декора будет мало, зато самое крутое. Значит, наверное, с тона. Слушайте, капсульный тон, милкий буст, именно вот который порционный, не классический в бутылочке, а порционный, они разные, от Clorance настолько хорош. Он в очень натуральных оттенках, он сумасшедше натурально выглядит. Очень красивая кожа, хорошо держится. Это просто визуально один из самых лучших тонов на планете. Безумно нравится. Можно положить, значит, вот эти штуки в таблетницу и носить с собой по-хитрому, вдруг что-то замаскировать. Единственная к нему критика, что за процедуру нанесения тона это дорого. Но, друзья, это иллюзия. С одной стороны, да, это люкс и тон небюджетный. С другой стороны, он рассчитан ровно на количество процедур нанесения. И, в принципе, если вы не сильно краситесь, вы можете сегодня чуть использовать из одной капсулы и завтра добить эту капсулу во втором макияже. Но не суть. Суть в том, что все мы берем вот этот кофеечек на улице, то есть вот где-то в кафе. Капучино вы берете чуть ли не каждый день. Кто-то два капучино в день. Тратит 700 рублей на два капучино. И рассказывает мне, что самый идеальный тон, который они когда-либо видели, это дорого. Реально люди в отзывах пишут, это самый идеальный, самый красивый тон. Собственно, выглядит супер натурально. Но говорят дорого. Слушайте, если вы в выходные, например, не пользуетесь тоном, или в какие-то дни пользуетесь плотным тоном, каким-нибудь другим сильно маскирующим, потому что вам на выход, то получается, что вам на несколько месяцев хватит этой упаковки. Поэтому, да, с одной стороны, небюджетный он. С другой стороны, ну, люксный, ну, он лучший. Почему он должен стоить дешево, это странно. То есть вы хотите, как бы, самый красивый тон на планете, но за три копейки. Я понимаю, но жизнь работает не совсем так. Ну, он просто невероятный. Но не наносите на него какие-то дешманские стрёмные пудры. Не портите, пожалуйста. Вот, пудра новая, уходовая Beauty Drugs. Выглядит как Miracle Touch пудры, не уходовая, а фиксирующая макияж. Но это не Miracle Touch. Это называется Dry Patch. Она такая вот желтоватая, сухой патч. Я сегодня уже красилась так, что я скрыла свои мешки, поэтому сильно показать придется отдельно вам снимать. Но суть в том, что это мельчайшего помола, мельче, чем декоративная пудра. Уходовая пудра. Именно из уходовых компонентов, не из декоративных. И она офигенно убирает мешки под глазами, уплощает их, ухаживает за кожей под глазами. Ну что, в принципе, когда все очень хорошо, я думаю, все равно же можно мазануть. Ну, страшного ничего не случится. Короче, у нее прям блюр и лифтинг эффект. И вы ее можете использовать не только на макияж, но и без макияжа днем или вообще отдельно на ночь, потому что этот уходовый эффект у нее офигительный. Крайне рекомендую. Также у Beauty Drugs вышли две крутейшие штуки. Первые тени, которые были, там были оттенки в коллабе со мной, да, тинты для век. И сейчас вышли, наконец-то, базовые, как основа под тени, бежевые, уходящие в серый, потому что раньше был оттенок Крим, который уходил в желтенький такой, то есть сливочки такие, да, маслянистый оттенок. Этот оттенок Latte, и это цвет кожи, уходящий в серый. Соответственно, на мне это светлее цвета кожи, на большинстве из вас это будет в цвет кожи с легким серым оттенком. И это очень красивенько, очень классненько, как основа под макияж. И второй цвет, который вышел, это оттенок Brandy, это уже 0,8. И хочу еще раз вам напомнить, что чтобы правильно нанести любые кремовые тени, вы полностью убираете всю жирность, липкость с верхнего века пальчиком, можно даже мицеллярный. И после этого, когда века полностью сухое, и никак иначе, вы наносите ваши кремовые тени. Brandy очень классный такой базовый оттенок. На осень, если тоненько нанести, то будет вот так. Если толстенько, то прям классный. Теплый смоке получается. Растушевываем полностью до усадки, не оставляем пятен. И когда вы дотушевали, это уже будет держаться. Пока вы накомкали любые тени Armani, или за 100-1500 миллионов денег, Tom Ford, Charlotte, у вас всегда это будет свинячиться. Потому что на веке активная выработка кожаного сала. Даже некоторые говорят, что кожаное сало стекает с лба на века в течение дня. И если у вас где-то есть куски все еще кожи, не протонированные этим тинтом, то у вас это будет собираться. То есть у вас организм производит смывку макияжа. Не мажьте на смывку макияжа, протирайте пальцем и полностью заполняйте все пространство. Между ресничками и все подвижное веко, и складочку. То есть добровито не обязательно, но все пространство, включая растушевку в складке века, пожалуйста, закрашивайте. Собственно, дневной очень легкий макияж, и вечерний поплотнее. Если хочется, фиксируйте тенями, или если вам не удалось нанести нормально, в следующий раз, пожалуйста, сделайте мне доброе дело, и нанесите нормально. Значит, что я еще делаю? С жидким хайлайтером я мешаю этот цвет, потому что я ленивая женщина, и это моя лучшая черта. Прям буквально в ту лужу, где был тинт, в общем-то, который я нанесла. И я растушевываю по периферии, для того, чтобы создать эффект такого бронзирования. Цвет кофе, который холодный, контурный такой цвет, также вы можете мешать со своим тоном, или даже кремовым хайлайтером, и наносить на скулы, и, очевидно, делать коррекцию. Получается такой вот эффект. Для осени очень удобный. Вы и такие подрумяненные, и как будто бы бронзированные. Сейчас огромный тренд на то, чтобы смешать, вот у Селены Гомес есть, золотые всякие хайлайтеры с вашими румянами, или бронзовые хайлайтеры с вашими румянами, мазать вместе. Все плачут, радуются от счастья, что это три в одном. Сразу и эффект объема, и эффект румянца, и эффект хайлайтера, и какого-то здорового такого лица. Но вы это можете сделать из своих же уже продуктов, которыми вы и так пользуетесь. И, в общем-то, вот такая вот у нас получается история. Далее просто блогеры продали мне аромат Reveal от Calvin Klein. Вообще люксовую парфюмерию я не приобретала уже очень давно. Но мало что мне нравится. Когда я перешла на селектив, жизнь моя не стала прежней. Еще я люблю масляные арабские ароматы, потому что они более стойкие. И они не всегда очень восточные на самом деле. Но вот эта штука с таким ароматом, знаете, вот я уже думала, что нет больше мужских ароматов. Все только женские или только унисекс. И сейчас нашла несколько версий, которые унисекс чуть ближе к мужскому, но на женщинах тоже будут хороши. И вот Reveal от Calvin Klein один из них. Значит, очень приятная цена. 100 мл просто ведро. Какая-то офигительно красивая упаковка. И что мне очень нравится, все-таки нетипичный для люкса аромат. Он очень свежий, он такой морско-зеленый, и при этом какой-то такой и дорогой тоже. Прям стильный аромат. Действительно комплементарный стильный аромат. Это пахнет солью, это пахнет свежестью, пахнет ледяными волнами. Пахнет так, как будто мы на морском курорте, но зимой, когда прохладно, и посмотрите, какая упаковка, просто какая-то инопланетная штука. Из фильма «Прибытие», не знаю, мне кажется, корабль пришельцев мог бы выглядеть так. В общем, на подарок. Или если вы любите подобные ароматы, это очень интересно. Дальше еще один проданный мне блогерами аромат «Ред Дамур», я так понимаю, «Лорен Мазон». Поправьте меня, если я неправильно это произношу, потому что у меня как бы с французским сильно все плохо, и посмотрите, какая красивая упаковка. Процесс открывания вот этого всего. Опять же, это идеальный подарок себе или кому-то, потому что это будет выглядеть просто потрясающе на ваших полочках или у того, кому вы подарите. И это вечерний, дымный такой унисекс. Один из самых сексуальнейших ароматов, которые я слышала. И считается, что он похож на Smoke Cherry, Lost Cherry, Tom Ford, но как будто из них убрали вот эту вишну, то есть дымчатость, вот эта вот плавность, вечерность осталась, но он не такой фруктовый. И на что еще там, сейчас секунду, запамятовал? На Cherry Punk. Это похоже. И также люди отмечают, что это похоже на Fleck Shafran от Bayreda. И это такая, короче говоря, более шафранистая, дымная, вишневая композиция на осень. Активные аккорды здесь вишневый, пряный, сладкий, ванильный, пудровый, древесный, миндальный, пачули, металлический и ореховый. То есть, такой вот именно тяжелый, страстный, очень сексуальный, томный микс. И последнее, это вот такой вот аромат, который мне просто продала моя подруга, максимально посоветовала от Gritty. Могу только догадываться, как он читается. Это Дюшесса, наверное. Она может читаться вообще как угодно, Дашесса, как угодно может читаться, но тоже внимание к упаковке. За счет того, что сейчас слишком много красивых здесь упаковок, как бы они теряются, но каждая из них произведение искусства. Аромат просто сумасшедший. Хорошо, что мне его посоветовали. Прямо в лучших традициях арабских, тяжелых парфюмов, в лучших традициях. Вот я бы поставила куда-то, где Приве Армани тяжелые, такие дорогие ароматы, где Дольче Габбана тяжелые, селективные именно ароматы. Но, кстати, это не последний, я вас обманула. Это последний из более дорогих, но с моим промокодом цена лучше. И смотрите тоже, какие сейчас скидки, на что из них скидки. В общем, присмотритесь. Из бюджетных моего любимого бренда Лотафа, посмотрите, какова упаковка. Это маск муд, и уже мускусный у меня был. Что-то там, наверное, уд муд у меня тоже уже был. И у меня и просто белая пудра есть от них. И в этот раз я решила попробовать вот это. Он более такой не селективный, а люксистый. То есть, как будто вы прошли по люксовому отделу и вот надышались всего вместе и добавлена вот эта вот мускусная, уютная нота такого кашемирового пальтишка. И получается, что это очень интересное. Вот если вы, как и я, любите эти мускусные такие ароматы и готовы к тому, что он будет очень женственным и сладеньким, то рассмотрите эту штуку. Она очень бюджетная и на подарок мамам, бабушкам, тетям просто вообще супер. Так что очень прям хорошее открытие. И все они очень стойкие. Просто в этот раз подборка какая-то невероятная. Каждый из них супер-супер фаворит. И на осень очень круто. Вот это вот мне кажется даже на зиму. Очень круто. Пожалуй, нанесу-ка я его и отправлюсь наконец-то на массажик. Все, убегаю, целую вас, обнимаю. И пока-пока. Реально очень стильный, необычный аромат. Вот ближе на мужской стороне.